Поднимитесь! Давайте помолимся такой молитвой. Просите Бога о милости, чтобы не оставаться в неведении относительно своей веры под давлением искушений, болезнями. Просите Бога об этой милости. Дай мне милость, Господь, помните свои веры под давлением трудностей со здоровьем, под давлением нужды и под давлением неудач. Просите Бога, Господь, помните свои веры под давлением трудностей со здоровьем, под давлением неудача, под давлением неудача, под давлением неудача. С чем бы вы ни столкнулись во время этих испытаний, просите Бога, Господь Иисус, дай мне милость не оставаться в неведении относительно своей веры под давлением трудностей моего положения. Каково ваше положение? Когда приходит сложность, кажется, мы забываем, что мы христиане. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, кажется, вы забываете, что вы те, кто Бог говорит, вы есть. И вы можете делать то, что Бог говорит, вы можете делать. Кажется, вы забываете о том, что вы имеете то, что Бог говорит, вы имеете. Когда с вами Бог, все возможно. Вы, кажется, забываете, встречаясь с трудностями. Что вы и Бог заодно. Вы, кажется, забываете, что вы и Бог можете передвигать горы, встречаясь со сложностями. Вы должны действовать сообща. Вы и кто? Бог. Вы и Бог должны действовать сообща, взявшись за руки. Нет никакой горы. И не будет никакой горы. Вы и Бог. Но, кажется, вы забываете об этом, когда сталкиваетесь с чем? С трудностью. Вы должны помнить о более трудных и утомительных временах, которые вы пережили в прошлом. Если вы, дитя Божье, то единственный ключ при успевании в жизни, когда вы столкнулись с трудностью, помните о более трудных временах, которые вы проходили в прошлом. Это придаст вам силы встретить вашу нынешнюю трудность. Просто дайте себе время подумать над этим. Это же произошло с Давидом. Давид величественно подошел к царю и сказал, «Царь, я готов биться с этим Голиафом, который взволновал моих братьев и народ». Царь посмотрел на него. «Ты кто?» Он ответил, «Голыми руками я убивал Медведя». Когда этот человек пришел и взбудоражил их народ, он сразу же вспомнил о более трудных временах, когда он выходил победителем. Помня о Медведе, он взглянул к Голиафа и сказал, «Я хочу сразиться с этим человеком». Как для Давида, так и для вас, это ключ к победе над вашей нынешней ситуацией. Скажи соседу, это ключ к победе над твоей нынешней ситуацией. Этим ключом вы можете как открывать, так и закрывать. Помните это, как помнил Давид, когда он величественно шагал к царю. Не торопитесь. Каждый раз, когда вы сталкиваетесь с испытанием, помните о более тяжелых и утомительных временах, которые вы проходили в прошлом и одерживали победу. Это придаст вам силы встретить нынешнюю ситуацию. Я не знаю, с чем я мог бы столкнуться сейчас, чтобы это было сильнее того, с чем я сталкивался в прошлом. Вы видите? Таким же образом я не представляю, с чем бы могли столкнуться вы, чтобы это было сильнее того, что вы пережили в прошлом. Если вы будете помнить об этом, это придаст вам силы встретить вашу нынешнюю ситуацию. Вспомните, половина из вас здесь, если не 90%, приехали сюда из деревни. Вы должны помнить о дни, когда вы пили грязную воду. Но сейчас вы пьете чистую воду, и все же желтая лихорадка. Сейчас вы пьете чистую воду. Откуда взялась лихорадка? Скажите мне, вы, вы из деревни, вспомните те дни, когда вы готовили суп, и подогревали его на протяжении 10 дней. Чем больше вы его грели, тем вкуснее он был. Вы подогреваете сегодня суп? Если вы приготовили сегодня суп, вы можете завтра его подогреть? Нет. Но в деревне это то, что вас подняло. Вспомните, как вы родились. Большинство из вас не были рождены в больнице. Те люди, которых вы сейчас называете своими врагами, кормили вас, когда вы были детьми. Ваша мама не могла самозаботиться о вас. Вам была предоставлена возможность лазить и бродить рядом с ними. Но сегодня вам кажется, что это кто-то, кто может убить вас. Сегодня я даю вам этот ключ. Всякий раз, когда вы сталкиваетесь со сложными обстоятельствами, помните о более трудных временах, которые вы пережили в прошлом. Это придаст вам чего? Силы. Чтобы? Чтобы встретить что? Чтобы встретить свои нынешние обстоятельства. Вам нужна сила. Будь то ваша карьера. Вспомните, какой была та школа, которую вы посещали в деревне. Школа без крыши. Школа без чего? Без крыши. Вы учились там под дождем и под солнцем. И посмотрите, кем вы стали сегодня. Если вы не знаете, как вылетела та школа, в которую вы ходили, то съездите в деревню. И посмотрите, где сейчас учатся дети. Сопоставьте это. Когда вы размыслите над этим, вы поймете, что никто не может вас остановить. Скажите, только я сам могу остановить себя. Никто не может остановить меня. Никто не может остановить вас, только вы сами можете остановить себя. Вам нужна сила, чтобы продолжать. Вот как я себя воспитываю. Не важно, что со мной происходит, я сажусь и вспоминаю свою прошлую жизнь там, откуда я родом. Через что я прошел, что бы ни происходило сейчас, я только улыбаюсь и говорю, это малютка. Я улыбаюсь. Если вы не променяете свою радость на свою трудность, тогда вы победили. Скажи соседу, перестань обменивать свою радость на свою трудность. Когда вы перестанете обменивать свою радость на трудность, вы будете всегда победителем. Потому что вам нужна радость, чтобы победить свои обстоятельства. Неважно, насколько сложная кажется обстановка Если вы не применяете ее на вашу радость, вы победите Но если радость исчезла, вы не можете победить обстоятельства Это то, что обстоятельства хотят забрать у вас Они хотят забрать вашу радость Боже мой Они хотят видеть вас печальными Обстоятельства хотят видеть вас какими? Печальными Они хотят вас видеть печальными Если трудности приходят, а вы печальны «Как мне пройти это? О, Боже мой! Для меня это слишком!» В такой обстановке вы не можете молиться. В такой обстановке вы не можете думать о Боге. В такой обстановке вы сразу же потеряете здравый смысл, все вокруг станет казаться врагами. «Вы не будете способны давать лучшее. Я поднимаю трубку. Алло, ваш дом горит. Мой дом? Да, это серьезно. Пожарники уже там. Перед этим я смеялся». Люди вокруг меня говорят, «Что случилось только что? Я иду. Я променял что? Радость. На что? На обстоятельства». «Посмотрите на себя. Вы сейчас счастливы. Сатана знает, что он может сделать, чтобы помешать этому счастью. Он знает. Пока вы танцуете, кто-то хочет встретиться с вами. Где? Увидимся. Где? Не сдавайтесь так просто. Кто-то из вас атаковал. А вы вместо того, чтобы атаковать свою очередь, ослабеваете. Вы легко сдаетесь. Пока вы танцуете, кто-то хочет с вами встретиться. Где? Где, где, где? Хорошо, там и там. Я приду. Вы хотите сначала закончить свой танец. Как много из вас может так поступить? Вы когда-нибудь доводили свой танец до конца, прежде чем идти к кому-то, кто хочет с вами встретиться? Нет, я вас знаю. Итак, пожалуйста, перестаньте менять свою радость на обстоятельства. Если у вас сильно болит рука, вы можете решить не обменивать свою радость на эту боль. Вы как? Отлично. Рука болит. Отлично. Я тебя давно не видел. Я уезжал. Хорошо. Боль все еще не утихает. Боль не хочет слышать радости. Где есть боль и радость, там боль долго не продлится. Есть боль и печаль, там радости вообще нет. Они не встречаются вместе, как кот и мышь. Если вы предпочтете быть счастливыми, пока ищете работу, то скоро вы ее найдете. Когда вы больны, но решаете сохранить счастье в сердце, то болезнь долго не продлится. Когда ваш брак под угрозой, и кто-то пытается перевернуть все с ног на голову, но вы предпочитаете оставаться счастливыми, увидите, что будет. Знаете ли вы, что эта ситуация встречает радость, а не радость встречает ситуацию. Скажи соседу, ситуация встречает радость. Радость никогда не встречает ситуацию. Если вы проанализируете свою жизнь, то эта ситуация встречает радость. В чьей-то жизни обстоятельства приводят к радости. Эта радость может владеть вами. Обстоятельства никогда не могут владеть вами. Обстоятельства встречают радость. Если змея хочет заползти в ваш дом, вы закрываете дом. Вы не убегаете и не оставляете дверь открытой для змеи. Перестаньте менять свою радость на что? На обстоятельства. Если вы можете сделать это, трудность придет, но она не продлится долго, и вы излечете хороший урок, который вам понадобится. Посмотрите на мое прошлое. Церковь всех наций. Это имя оказалось тогда неподходящим для служения. Когда церковь состояла только из восьми членов, Господь сказал, что это церковь всех наций. Сколько служений есть в вашей стране, которые были бы служениями всех наций? Если только это не служение с видением и миссией. Первая церковь была разрушена, вторая тоже. Кто из вас занимается тем делом, которым занимался с самого начала? Не думая, что кто-нибудь из присутствующих остался в том бизнесе, который был первым бизнесом в его жизни. После стольких трудностей. Если вы не знаете, куда вы идете, вы не можете продолжать. Вы не будете способны дождаться того времени, пока Бог вас свободит, если вы не знаете. Только когда вы знаете, когда вы направляетесь, вы сможете ждать, пока Бог избавит тебя. Ты будешь терпеливо ожидать Божьего освобождения. Но когда вы не знаете, куда идете, вы будете сами себя освобождать. Вы всегда себя освобождаете. Вы освобождаете себя от бизнеса, от брака, от церквей, от всего. Это запугивание. Как вы могли отклеветать меня? Вы уходите. Вы уходите из общества, бизнеса, церкви или брака. Какое ужасное оскорбление. Это запугивание. Я вам не верю. Как Бог этот пастор отклеветает, так меня. Вы покидаете церковь. Браки тоже. Мой муж говорит об обе неправду. Как моя жена мала это сделать? Вы разводитесь. Бизнес. О, Боже мой. Меня должны повысить. Посмотрите на моего подчинена. Я учил его. Посмотрите, его повысили на должность выше моей. Вы уходите из бизнеса. Так вы и жили до сих пор. Вас освобождали обстоятельства. Трудности освобождали вас. Вы слышали, что говорил Иосиф, когда он сидел во рву? Он говорил, я знаю, где мое место. Вы не знаете, куда вы идете. Он сидел во рву, где не было ни воды, ни воздуха. Но тогда он сказал, я знаю, где мое место. Это не мое место. Садитесь, спасибо. Когда вы смеете, сатана плачет. Когда вы плачете, сатана смеется. Вы со мной? Когда вы смеете, сатана что делает? Плачет. Когда вы плачете, садона что делает? Смеется. Перестаньте менять свою радость. На что? На обстоятельства. Обстоятельства. Неважно, что случится. Не упускайте свою радость. Только с радостью вы можете восторжествовать на обстоятельствах. Если вы потеряете радость, ситуация захлестнет вас. Ситуация не хочет видеть радость, и когда она видит радость, она исчезает. Когда ситуация видит радость, она что делает? Она исчезает. Немедленно. Она остановлена.